Сегодня 18 декабря. 18 декабря 1884 года городским главой Самары стал Пётр Владимирович Алабин. За шесть с лишним лет работы на этом посту он сумел внести значительный вклад в развитие городского хозяйства и культуры губернской столицы. В частности, он немало содействовал развитию публичной библиотеки и всей системы народного образования Самары, а также стал отцом первого в главном городе губернии публичного музея и городского противопожарного водопровода. За эти и многие другие деяния Пётр Владимирович Алабин вошел в историю как один из самых успешных самарских градоначальников. 18 декабря 1917 года началась история отечественных органов ЗАГС. В тот самый день был подписан декрет о гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния. Это постановление стало первым законодательным актом Молодой Советской Республики в области семейного права. В нем, в частности, устанавливались принципы добровольности брака, равноправия супругов, а также равноправия детей, рожденных в браке и внебрачных. Таким образом, сегодня поздравления с профессиональным праздником принимают работники российских органов ЗАГС. В 18 день декабря в разные годы появились на свет легендарный советский актер, любимый миллионами людей клоун и прекрасный телеведущий Юрий Никулин. Режиссер-телеведущий, автор популярной телепрограммы «Что, где, когда» Владимир Ворошилов, титулованный фигурист, а также тренер и продюсер популярного ледового шоу Илья Авербух, актер театра и кино певец Игорь Скляр, американский кинорежиссер-сценарист-продюсер Стивен Спилберг, а также известная американская певица Кристина Агилера и прочие знаменитости. Именинники дня сегодняшнего – Геннадий, Захар, Илья и Сергей. А по народному календарю 18 декабря – Саввин день. На Руси говорили, что Савва продолжает Варварину работу, начатую накануне, морозит реки и озера, укрепляя зимние дороги и переправы. В народе верили, что в этот день нельзя ругаться тому, у кого есть лошадь, иначе может случиться беда на зимней дороге. Кроме того, на Савву не полагалось работать. Этот день лучше было провести в молитвах и богоугодных разговорах, чтобы не обижать преподобного. Но определять погоду наши предки умели, даже не выходя из избы. Это можно было сделать по огню в печи. Если он красный, а поления трещат, значит на дворе лютая стужа. Предсказывали в этот день погоду и на будущее. Дым столбом из трубы предвещал мороз, а дым волоком – ненастье. Если же дым без ветра стелился по земле, можно было ждать снегопада. Такими событиями вошел в историю 18 день декабря. Прекрасного вам настроения и удачи в делах!